Возвращаемся на Dota 2 Champions League Даунбрейкер в пике Давно хотел посмотреть на этого персонажа Покомментировать игру с этим персонажем Посмотреть на что он способен Ну и вот наконец-таки Ура! Возможность будет И судя по всему это будет именно третья позиция Даунбрейкер Четверка уже занята землей Так что особо-то вариантов не остается Ну а Винстрайк решили пока сильно стратегию свою не менять По крайней мере Харда у нас останется все Та же возможно Хотя вот у нас Санкинг в прошлый раз на миде играл Посмотрим куда его теперь отправят Пока можно пофлекситься На Харде тоже ничего не отменяет его присутствие пока что И Бэйн на пятерку Но про даунбрейкер там много разного наговорили Вроде как на словах сошлись то что она сейчас сильна На деле как оно будет Как ее сейчас наиграют команды Это вопрос серьезный Пока Бреймам надо отыгрываться И драфт к этому Да в целом-то располагает Неплохо пока получается Правда контрольчик какого-нибудь не хватает еще Ну у них смотри такая глобальная стратегия И появляется мой любимый герой Это алхимик Да это круто Интересно на какой позиции будет этот алхимик И как он вообще себя покажет Люблю игры с алхимиком Потому что они всегда темповые И если уж игра затянется То именно с алхимиком она может дойти до каких-то нереальных слотов Когда он всех там раскормит агонимами Или что-то подобное У Бреймов супер глобальная страта Это даунбрейкер в Nature's Profit В теории это уже два героя Которые приходят в любую точку Если это тройка Если допустим Profit на миде Кого не хватает сейчас Так вот Если это 3-4 Если не хватает пятерки Я бы наверное на месте Винстрайк Не знаю может забанить Виспа Потому что если будет еще и Висп То по сути дела Это будет 4 героя Которые могут телепортироваться Чуть ли не в любую точку карты В любой момент времени И это очень жестко А по поводу Вивера Мне кажется что Винстрайк считает что он в принципе очень хороший силен И на четвертой позиции в том числе И в первой игре они доказали нам Что это действительно так Но пока и нет нужды даже думать о том Чтобы его куда-то переставлять Вопрос скорее к Сен Кингу и Алхимику Как они разлейнятся Пока думают видимо о том Что Сен Кинг будет на тройке И Алхимик на первой позиции Судя по банам Брим И такой вариант тоже возможен Алхимика в последнее время видно не было Поэтому может он сейчас сыграть В принципе и на кэрри позиции Как я думаю В принципе самой большой его проблемой всегда Ну с момента появления этой механики Был антихил Там всякие скади Спирит весселы И такого рода вещи Посмотрим как он сейчас будет смотреться Я бы сказал что его проблемой Был всегда темп И его сильной стороной тоже Потому что Алхимик Очень хочет разогнаться И у него Есть масса возможностей для этого Но так же ему легко помешать разогнаться Если он разгоняется Я имею ввиду естественно скорость фарма И высокий нетворс на ранних минутах То он способен задавить своего оппонента Буквально на 20 минуте Чуть ли не с 4 слотами Если же ему разогнаться не удается То потом конечно же Он добирает свое Но дело в том что на равных слотах Он не такой же крутой боец Хотя опять же сейчас Не будем забывать что это герой С очень маленькой Задержкой перед атакой С таким параметром В доте есть 2 параметра Увляющие на скорость атаки Задержка перед атакой И скорость непосредственно Скорость набирается артами и статами Задержка перед атакой Вшитый параметр Который никак не поменять То есть в теории Алхимик очень быстро может бить Но Это уже какие-то фантазии Про супер лейт гейм Самое главное ему набрать темп И что еще его отличает от множества персонажей Что ему нужно прям реально много пространства То есть он хочет забирать кучу всего Ему нужно много крипов Ему недостаточно фармить какую-нибудь троечку Там что-то подъедать Как Дум например Вот Думу много пространства не надо Дум съел крипа Уже бабки получил Медас собрал Съел двух крипов Все Там что-то еще пофармил Алхимик же хочет зафармить Маленький спаун с кучей крипов Большой спаун Эншентов Чтобы все ему настакали Чтобы пассивка разогналась Пеньков фуриона То есть очень требовательный С точки зрения пространства Я пытаюсь вспомнить Его по-моему как саппорта Как раз чуть-ка фиксанули В последнем патче 7.30 Мне так казалось Когда его последний раз Ты юзали как саппорта Ну в пабе В пабе даже там писали Какие-то гайды Что мол Вот посмотрите Какая классная штука Я просто натыкался Несколько раз Не на алхимика А вот именно на гайды Что вот такой вот Замечательный герой В про доте Да Давненько мы его не видели Но мы же понимаем Что от пабликов до про дота Один шаг Вот сейчас Виверна Кстати говоря Виверна Которую обузил В пабликах Вылетело из головы Ну чатик мне сейчас подскажет Друг травомана В пабликах обузил Прошу прощения Что я забыл его никнейм И потребовалось Чуть ли не 3 года Людям чтобы Ну или там Может быть 2 или как минимум Год уже с тех пор Как всем было известно Что он играет Что вот это такой сильный герой Прежде чем этого героя Начали в про доте использовать Ну и Как только его использовали Использовали Его моментально Порезали И опять он остался Где-то там Это Дамбрейкер пятерка Будет интересно Решили придумать И Верка Мид получается Скайларк на третьей позиции Ну с луной Все понятно А у команды Винстрайк Все таки Будет Чешир играть На Хардлейн Тайтхантере И Сэн Кинг Снова отправится в мид Так что Тоже так интересно Получается Очень неплохие Раскасты Выходят правда На больших таймингах У Винстрайк А у Тубри Интересно как вообще Луна будет выглядеть Против Алхимика Потому что Вот эта нынешняя Луна Она все таки Берет в первую очередь Тоже перефармом Со своими механиками Очень быстрого фарма И она имеет Наибольший импакт Когда она все таки Опережает На весомое количество денег Своего оппонента Кэрри Против Алхимика Это сделать Невозможно Даже в самом лучшем случае Как мне кажется И посмотрим Как игра сложится Потому что Такое противостояние Видеть Уже довольно давно Не происходило Возможности Да Ребята Коэффициент От наших друзей С Джи Джи Пэт 1.2 на Винстрайк 4.23 на Брейм Понятно Что Винстрайк Впереди Они еще ведут 1.0 Вижу ваши вопросы В чате По поводу Казахов Ну что тут сказать Казахи выиграли Казахи будут защищать Свой титул Они видимо Пока разъезжаются С буткемпа И пока что Играть не будут Я вот сейчас Чекаю расписание Да Пока что Они играть не будут Они будут играть завтра Против Немиги У них Первый матч Так что Те кто ждут Недалеко видимо ехать Да Я думаю Что там Уже сколько времени прошло Уже все давно разъехались А если кто-то не успел Он может из буткемпа сыграть Ну короче Они защищают Свой чемпионский титул Я понимаю Почему все их ждут Потому что Команда Вигейминг Это реально команда Которая вот Запомнилась Как Ну Светлый луч Скажем так Потому что на фоне того Что мы видели Там в противостоянии Бейт Ашер А это топ 2 Топ 3 Прошлого сезона Вигейминг Просто Ну вот настолько Меньше браков действуют Настолько они были быстрее Здесь Про эту пару Пока Могу сказать Только что Винстрайк Доминирует И сейчас попробуют Задоминировать С Алхимиком Ты представляешь Что будет Если эта игра Пойдет по схожему сценарию И Алхимик Зажмет на базе оппонентов После чего Будет 40 минут Формить всю карту Что там Произойдет Что мы увидим При финальной осаде Я надеюсь Что тот случай Был из ряда Вон выходящий Больше мы такого Не увидим По крайней мере В ближайшее время По крайней мере В этой Бест оф 3 серии Но как оно на деле Сложится Посмотрим Мне просто сама по себе Эта идея нравится То что Винстрайки подходят К драфтам Достаточно нестандарт Они пробуют Такие герои Такие позиции Которые Но все таки Не настолько широко В профессиональной доте Как ты уже упомянул Распространены И меня это радует И в этот раз И Бреймы решили Несколько не дефолтно Поступить Появляется у них Земелья Которого в последнее время Не супер часто видно Но все таки бывает Верка на Амиде Которые еще пару месяцев назад В предыдущем патче Под конец его играли Дай боже Сколько сейчас Ну не так часто Она стала тоже возникать Дамбрекер На которую На любой позиции Вообще интересно посмотреть На данный момент Потому что маловато Про нее Известно Как команда ее оценивает Насколько она может быть сильна Потому что пока Если я натыкался Если честно Неудачные примеры Дамбрекер Да И далеко не на крутых матчах Почти все Они не самые лучшие Да вот мне подсказали В чате Санфейм Да Санфейм На Виверне Вот человек Которому мы все обязаны Появлением этого героя Может быть еще И Когда-нибудь Опять несколько реворков Произойдет Она станет Супером бой И опять Ворвется В про дотом Ну я уверен Что для него Она все еще остается Топ персонажей Потому что для паблика В принципе Реворк Не такой уж и Критичный Хотя неприятный Это вам не Клинкс Которого просто Убили Этим патчем Хотя я думал Что Омника убьют Его тоже прибило Но Клинкса прибило Просто Катастрофически Очень интересно То что получается У нас Алхимик стоит Прям против героя Своей мечты Можно сказать Наверное Топ 2 Бросит После бруды Нэчерс профита У которого Такие сладкие Пенечки Ну контроль Это хорошо Я смотрю То что не отдает Лишний раз Да и не лишний тоже То есть Пока Все вроде как Позитивно было По-моему Максимум одного пенька Он забирал Сейчас еще Может одного заберет Но нет Увести тоже успел Скайларк То есть пока Какая бы эта линия Мечты не была Отрабатывает Фурион Не отдает Лишних пеньков Не дает пассив Встакать лишний раз Таким образом По крайней мере Ну увидите Если бы он Уже Надавал пеньков Было бы совсем плохо Но зато он отдает Посмотри какое большое количество крипов О еще пенек А еще пенек Это не просто Пенек Это Плюс там Спасивочки Дополнительное золото То есть это как Полноценный крип В пересчете На Обычную голду Да Обычного героя Очень хорошее начало Смер по нитке наберет Преимущество Действительно Так оно есть Очень хорошее начало У Дайр Пока что На миде Санкинг идет Вполне себе нормально Да Виш на этот раз Тоже идет классно Но мы видели Как Санкинг потом Круто разгоняется Нефрита Прессует Причем очень жестко Прессует У Нефрита 7.2 Все на все Смотри у Луны В два раза меньше крипов Плюс у нее нет монетки Вот оно Да И на стаках Она так не отъестся Теперь хорошо как раньше С супер большого Крифарма с них не получишь Все равно Круто конечно Учитывая то что Ты все таки Каждую минуту подходить К Кимпу Эншентов и бить их Не имеешь возможности Стакать все равно выгодно Хотя бы не упускается Какая-то возможная выгода Но увидим Как для нее Вообще это все пойдет Потому что в стаке Когда есть алхимик К команде Хочется контролить противнику И не факт Что получится И там все радужно Для команды Брейм Но действительно По всем фронтам Чуть-чуть до сдают Разве что на миде Более-менее благополучно Все у Виша Да и герои в этот раз Получше Именно в противостоянии С Санкингом Потому что Когда ты играешь на ВРке Максить пауэршот хочется И с пауэршотом Конечно в песке Гораздо легче пробить С Санкинга Правда Все равно Остается возможность Не попасть Учитывая то Что на Санкинг Ты здесь разоришься Ну да Ну я не думаю Что она Прям хочет убивать его Просто опять же Все стоят Хотя напрягать просто Это игра такая Где все стоят И возможно Винстрайк Это уже поняли И именно поэтому Взяли Такого замечательного персонажа Кстати говоря Алхимик-то пострадал Меньше других коров Ой как мы с моей скелетики Неприятность какую сделали Ну правда Все равно Профит блочит Но скелетики Заспаунились И не дали Сделать стак Химик-то не так много потерял То есть он теряет Да Дополнительное золото За стак На этих крипов И экспу Но Пассивка-то на них Работает одинаково Поэтому возможно Это такой скрытый Баф химика Очень скрытый Я тоже об этом думала По крайней мере Благодаря этой пассивке Он не сильно потерял От этих стаков Потому что Основной его заработок Это именно пассивка Не столько И не только Отбивание самих крипов Так что просто Он как бы Меньше всего претерпел От нерфа этих стаков Что действительно Можно назвать Скрытым бафом Учитывая то Что очевидно После вот этой Фишки со стаками Часть персонажей Она умирает Вот как Клинкс Например Отчасти из-за этого Тоже умер Который крайне любил Фармить стаки То же самое Думаю касается Луны Потихонечку От нее будут отказываться То там шардец Чутка нерфанули То там Чуть сбавили Доход со стаков Возможно какая-то Бедуза Тоже будет себя Не так хорошо чувствовать Посмотрим Короче как это отразится Глобально на игре Пока мы видим только Такие пробы пера Да вот команда УДЖИ Если Алхимик реально силен Она его Ну точно будет использовать Я не уверен Что с самого начала Интап Потому что если они С самого начала Покажут То он уйдет в пермабан Но учитывая Как они обычно Но с полуфиналов Плейов да Ну где-то там Ну с полуфиналов Уже поздновато Надо же попробовать Его тоже немножко Все-таки Учитывая как УДЖИ Обычно играют Как много они выносят Со своей половины карты Ну вот Винстрайк Сейчас немного похоже На самом деле Просто УДЖИ все Несколько Круче продумано Они там даже Если на эти стаки Кто-то выходит Очень круто Зачастую их защищают Просто посмотри Сколько всего уже Раз компает Два Здесь трипл стак Здесь трипл стак Тут фармит На линии Крепстат хороший Ведь самое главное Чтобы Алхимик Так нападение на Меложулу Меложулу больно Влетает в него земель Да и Отличный Найтмар Нужно как-то Не дать Не дать дофокусить Нет все-таки Дофокусили ФБ забирает Стоманин Пытается отхилиться Фласки отхиливается А вот Вишневу идет Виш далеко зашел Размен 1-1 Стоманин Под фласочкой Выживает Может быть сейчас пойдет Куда-то Посмотрит на стаки Нет он на стаки Смотреть не идет На них пошел Посмотрел Энд Так вот Самое главное Чтобы эти стаки Алхимику Шли в бонус К хорошей линии Потому что если Линия плохая Ему уже Ну Эти стаки Не так много дадут Они скорее его там Вернут куда-то Но когда он стоит На фри линии Как сейчас Это просто Беспрецедентный случай То что он стоит У него больше всех Золота Уже Еще до того Как он Толком разогнался Еще до того Как он Вкачал как следует Монетку Эйси Спрей Он уже в топе Что будет дальше Причем его обгоняет Только его же Сэн Кинг Короче опять у нас Заливная от Брейм Пока идет Ну пока Не суперчет Страшно Да Что-то по кайфчикам Тут пока я смотрю Как Меложула на меди Пытаются убить Но Виша в этот раз Нет ульта у него есть Но Дживелина ему Видимо еще не доехал Пока так пытается На голую пробивать Не попал по варшотам Меложула выживает И Виша Могут и убить В ответ Суметь Действительно Притоптали просто Его к земле Еще здесь Даунбрейкер решила Вписаться Это было явно лично А и там Коэффициента у нас нет Зато у нас вот Дурачье Которого пытаются Как-то То ли под ганга То ли стаки Его забрать То ли помогают ему Фармить стаки Я уже не совсем понимаю Что делает Брейм Но ничего у них не получается Вот что я могу Заявить со стопроцентным Слово они не планировали Да Они просто пришли Форманули Отменяет ТП Сейчас Эрспирит По нему не попадает Станом Симфония С пылов идет И все это на арку Химику Который просто Форманул Все у него хорошо На мид конечно Провальный выход Абсолютно Отдали двух героев Ни за что 5-1 Я думаю Сейчас будет Полнейший разнос Я про кор Верку Кстати думала Еще вспоминала Ее теплым словом Когда вышел Новый нейтральный предмет Второго разряда Бриганс Блейд По моему Как то вот так Он называется Да По моему так И он как раз Действует Так что дает урон На каждую пичку Которую ты даешь И мне интересно было Насколько это сильно Пустанет Верку Если ей выпадет Дальше моих мыслей Это не зашло Как то затестить Слишком быстро забыла Чтобы попытаться Задестить Но интересно Прокнет ли в этой катке Этот предмет Пока конечно для него Далеговато До второго разряда Но увидим Чипт Вес Кстати Отличный предмет для фарма Какой же хайрол для алхимика Да Великолепный И лопата Ну это лучшие предметы Которые могли вообще В принципе выпасть Дурачье Великолепное Для него Химик чувствует себя классно По поводу Бриганс Блейда А нет Все таки Я вижу у него просто Этот шлем И то что он Сакрит поставил Но все таки Это будет Радиенс Который подешевел Суммарно Да Не без этого Он хотел собрать Армлет Взял этот шлем Чтобы поувереннее себя чувствовать Но видимо Чувствует себя настолько уверенно Что передумал И выходит в радик Сейчас кстати говоря Нападение на него будет Супер А нет Армлет собрал Нифига себе Армлет уже собрал Он богатенький Но его все равно зацепили Виш здесь пришел Уже с Живелином Поэтому пробить его получается И забирают ДД И Дживелин Это жесткая комбинация Слишком много урона Бриганс Блейд Мне кажется Что это в принципе Артефакт Для любого кэря Очень крутой 10 скорости атаки 10 урона И еще и до 70 Получается Там где-то Урона Дополнительного В зависимости от того Сколько Ну с тычки С каждой тычки С каждой тычки Да Это серьезно Я соглашусь Что Вообще да Наверное Верки выглядят Мега страшно Ну и учитывая то Что количество Нейтральных предметов Логично было Расширено до 5 А не то эти Драки За нейтральные шмотки На самом деле В каждой катке Происходят Практически Они повышают и шанс На то Что тебе выпадет Именно то что нужно Так А тут видим то Что земель Что тут интересно Как-то подставился Погиб на ровном месте Буквально Его там никто не ждал А еще больше не ждали Даунбрейкер Которая дальше забралась Видимо хотела Чекнуть стак Или что-то в этом роде Но чтобы она не планировала Это тоже не получилось Какой-то фит такой Небожеский уже пошел Тут какой-то Супер мега фит Потому что алхимик Не добивает пеньков Но фурион Подводит этих пеньков К алхимику Чтобы Чтобы точно добил Да Чтобы точно их заформил Это очень странная игра Ну Я уже не сомневаюсь В том что Алхимик здесь будет Супер жесткий От луны он оторвется На несколько тысяч Главное будет Просто не за руин Вот Тайтхантер Абсолютно один на линии Но вместо того Чтобы добить вышку Он занимается фармом крипов У него девятый уровень Ну он соло стоял Он тут против крипов стоял Все это время практически Жесть Там луна ливнула в один момент Когда уже стали ее слишком сильно напрягать И действительно трудновато ей Я со Спартан пошел Изначально дефать Стоя один вышку Сейчас на молоте Попытался улететь Вроде как получилось Еще и земелья подошел Так что Меложил от него отстал Ульта полетела от Фреона Поддамажила на Меложил На Меложил все это время Все равно бежал Его подцепили народу Фотос И это оказался гениальный байт Вот так вот Спартан Ну Сенкинга забрали Хорошо ладно Будем искать плюсы Не будем искать минусов Отличный фраг на Сенкинге 3000 отстают Ну 2000 алхимиков Из-за этого Да И алхимика Самое страшное Что никто ему не мешает Не могу выделить алхимика Он фармит С выключенным армлетом Кстати говоря Видимо Зато у него Рейденс почти готов Видимо слишком больно Прожигает Да Зато Рейденс действительно готов Ему вообще никто не мешает Он абсолютно спокойно фармит Уже 12 минут И на линии В лесах Была какая-то жалкая попытка Которая привела Только к отдаче И винстрайки еще идут Сами гангать Снизу забирают Тайтхантер Это хороший килл Интересно Куда идут Винстрайк Учитывая что только что Все герои были Снизу забирали Тайтхантера Ну хотя бы просто поставить вард Для того чтобы Видеть и в следующий раз прийти Опять же самое главное Что у них там Огр Фармит Радик почти Вот уже 900 монет Это минута времени Так дождались Нефрит И Спартан Заходят на тройку Правда Никого уже нет Никого уже нет Ни стаков Ни винстрайков И вивер Только спасается Он тут побежал Его не зацепил В земель Нет Не попал Бывает Бывает Симфония скиллов Продолжается у нас В игре Ну и Знаешь я подозреваю Что это связано с тем Что Не включили отопление Еще существенные части Населения России И винстрайк Это может еще И почувствовать на себе Ручки мерзнут Понимаешь И местами что-то не нажимается У Бреймов не знаю Может тоже холодно Слишком Должно быть Хотя не все из Греции Там-то тепло Но видимо да Может быть у кого-то Просто компьютер В погребе стоит Винным И поэтому прохладно 4,7-5 тысяч Растет разрыв Между луной и алхимиком Уже пятерка Собственно она есть А вот и радианс Парм еще ускорится И еще больше Да И еще какие-то стаки находят Сейчас еще луну убить Разочек Чтобы прям вот Полный комплект был Вот она идет Она как раз идет Сенкинг прячется за елкой Его кстати говоря не видно Оооо Какая жесть Сейчас он их там Нет Он побоялся Он побоялся Ну там потому что Ульту Бейну сбили Вообще не знаю На что Бейн надеялся Давай так ульту 1 в 3 Но авантюра явно какая-то Была со стороны Винстрайк Самое главное сейчас Наложил еще не подставится Снизу Ямич нашли Ямич Ямич может и убежать кстати Но в деревьях застрял Что же ты будешь сделать А? Топорика-то нет Да Топорика нет Профит его классно закрыл Зато есть Ультимативная Чешира И Меложула Они 2 ульта всадили С огромными кулдаунами В даунбрейкер Много чести Для нее Что происходит в этой игре? Я не понимаю Я перестала это понимать Еще на середине Предыдущей карты Наверное Нет Там мне все оказалось Логично Я думал что Ну они просто Типа знаешь Как на верочку Играют Но здесь Ширак заваривался Вот поэтому Чтобы там Успело развариться Хорошо Надо было немного Катку потянуть Еще Такого плана Разве что Но здесь Свинстрайк Да От них тоже Какие-то происходят Интересные моменты Сами они сейчас Видят то что Дурачье подставляют Ой Дурачье пока жил Ну конечно Но это ненадолго Решил формануть Лишний Стак крипов На миде И это закончилось Для него трагедией Ну надо бы БКБшку собирать Давай Так я предлагаю Немного интерактива У нас сегодня Очень небольшая задержка У нас всего 3 минуты Дилей Не 5 Не 4 А всего 3 И даже не 10 Как надо допить Небольшой интерактив С чатом Давайте Вы напишите Одним словом Что происходит в этой игре Лучший ответ Получит приз Какой-нибудь Мы придумаем Лучший ответ будет Неправильный Да С спартан Пока тут у нас Напасть попытался С ульты Вроде как Все остались По своих И в живых Ибо ответ на нападение Уже идет Подцепили Виша Виш то убежал Но и стоманен Так же убежал С спартан впереди Пытается действовать Но он достаточно танковый Он может себе это позволить Ямич сильно страдает С спартана Все таки в итоге Могут пробить Один якоречек остался Нужно какую-нибудь тычку дать И Чешир просто с руки добивает Несчастного саппорта И кого-то еще хотят догнать Потому что дурачей вернулся в игру Поймали нефрита Получилось Вот на станку ловить И это может быть для него конечное Хотя кончился ли контроль Нет Гашек Еще есть гашек накидывают Минус половина хп И дурачей Можно оставить его на добивание Ой баночку Симфония скиллов получилась Опять Ну ладно Все равно Забрали Тут уже просто Как они далеко дайвили И станом не попадали Все равно эту луну удалось забрать Профит хладнокровно Проигнорировал всю движуху Просто фармил снизу Возможно кстати говоря Это к лучшему Ну игра становится интересной Если парочку раз Алхимик еще зальет А он имеет все шансы Как есть ли у него ульта У него нет ульта Его можно попробовать забрать Так Пошел фокус фаер Равага есть Ну его как привязало К единственному дереву Нормально Он тут еще и сжет всех На хорошо выживает Прожимает армлет Там стрела полетела хорошая Но не добивает Но подцепил скайларк Он сюда пришел Готовенький И уже с глипниром Показал кто здесь батя Чуть было не убил Со Спартана Но Спартан выживает А очень шир Ему тут долго придется Ковыряться Чтобы его убили Но такое ощущение Что и не убьют Да Спартан Как вообще выжил Непонятно Ну классно Профит подключился Добрали Несколько героев В итоге Еще сейчас забирает А Профит становится Сильным Это Герой номер один Добреймов сейчас Плюс ко всему Нефрит Ну Что-то то он Забирает Как-то он более-менее себя чувствует А алхимик уже второй раз Настолько отфармленный И жирный Погибает Это кстати говоря То что ему нельзя делать Вот помнишь Я вначале рассказал Что он должен Вот сейчас он должен был Набрать вот эти два слота Формануть себе БКБ Он же БКБ делает Он же правильно все делает Да он делает Ага Он уже Ифтораску Ну он правильно Он делает БКБ Потому что после БКБ Ему нужно идти И Чуть ли не заканчивать Потому что дальше Он будет сильно терять В эффективности Это действительно так Мало перефарма Всего лишь 5000 команды Это по меркам алхимикам Практически Да Если они 40 Без алхимика А И они еще Ворошана сейчас могут отдать Это будет очень жесткий провал Они не читают От Ворошана Сумаил в таких играх Брал Либо вот армлет Блинк Либо радианс Блинк С фастом Как можно быстрее Забирался до БКБ И все И шел заканчивать И все говорили Вау как жестко алхимика На 20 минуте уже заканчивает А на самом то деле Он и должен так заканчивать Особенно с таким началом Глейпнер Сильная вещь Сильная вещь Да я думаю Что все понимают Что это сильная вещь уже Да Ее стали гораздо чаще Покупать в последнее время И Стало чаще Ее видно Как и мэйч слейер В принципе В общем Последний патч Добавил популярности Тем новым предметам Которые были практически Полностью проигнорированы Ну а что ты На профите Хочешь купить Глейпнер О этот Мэл Штром Хочешь купить Атос И Покупаешь потом А то тебе и то и другое Хоба А что ты говорила Не включилась Холилокет У нас редко Прям в мета попадала И все равно Как-то он был Очень местечковый То есть Либо на супер Отдельные случаи Для отдельных персонажей И чаще всего Даже в отдельных регионах Ну вот На даунбрекер Берут обычно Да И у нашей Тоже есть То есть Вот это Undying Даунбрекер Висп Да-да-да Это такие как раз Персын Которых он Как правило Появляется Все это скорее Ситуативные Да на самом деле И Глепнер тоже На всех Ты делать не будешь А вот На тех Кто делает Милл Штром И хочет Атос купить Прям получается Идеальный артефакт Да контроль Как тоже Сам по себе Неплохо Раньше Просто контроль Который был Бесполезен Таким атакующим Персонажем Но И Инта Лишнее не будет Для Фуриона Понятное дело Ему он всегда будет рад Для него это даже Идеально вписывается Но в предыдущем Патче Подпатче Собирали И на Клинкзе И совершенно Хорошо смотрелся На нем Несмотря на то Что такой герой На которого роду Фатоса Особо-то никогда Не вписывался Так ну что Будем смотреть Как и будет Против алхимика Бороться Пока алхимик Толстеет Алхимик Продолжает набирать Слоты БКБшка у него есть Что там по-тараски Господи Как же трудно Тебя прокликать Я думала Он насчет Овервелминг Блинка Ты говорил про Блинк От Сумаила Который мог бы Вылить в такой игре Мне кажется Что здесь Рано или поздно Такой предмет Тоже можно будет На алхимика Подзатарить Тоже хпшка лишней Не будет Нормально да У него конечно Не самый высокий Прирост силы Но в целом Как грейт Блинка Можно Но вот сейчас Уже все устраивает Плюс-минус Бреймов Когда они давали Алхимику фрифармить Это было плохо Но после того Как он начал Подсливать свой фрифарм И им дают фармить То есть в принципе Не так все и ужасно Они отстают Ну вот у них есть Эгис Может быть поменяют Как-то его кач Опять стомнин не попал Ай-яй-яй Всех светанул Уходит Вивер ультует Хм И стомнин сейчас уйдет Очень хорошо Они здесь Увернулись Я просто там Кекнул Из-за того что Почитал Что там пишут Оказалось у нас Зрители гораздо Более оригинальные Чем я ожидал Там столько вариантов Интересных Что же происходит В этой игре А игра-то На самом деле Нормализировалась И становится Уже гораздо более Интересной Потому что появилась Интрига Я напомню вам Разочек Про страховку По промокоду От GGBet Вот Фурион Например не застраховался И видите к чему Это привело Я даже не увидел Где он умер Там где-то Замесили по-быстрому Сейчас они посмотрели Да Его замесил Причем ямич Забрав с него 500 золота Очень жирный куш Учитывая то Какой у нас богатый Был вивер Предыдущей катки Здесь он не сильно Сдает позиции Вивер на четверке Был крайне полезен В предыдущей Нашей карте И здесь он собирается Выходить в линкен сферу Смотри-ка То есть у него Билд А провоку Прошу прощения Он решил выходить В этот В лотос Что выглядит Достаточно логично Все-таки Надо спасать положение Для алхимика Если тот пойдет На передовую Он должен будет Это делать Хотя и без него Танков хватает Там может и чешир Где-то подставится Где-то может И мелажул Прыгнуть наперед Но так или иначе Тараска уже есть У алхимика Будет ли еще Одна попытка драки Я бессил бы какой-нибудь Еще что-нибудь Такое на контроль Добавить что-ли В чем логика лотоса Я думаю знаешь Там какие-нибудь Так подожди Тут пока нападение На Ямича Его будут забирать Я просто думаю Насчет Верки То есть как-то Может от Верки Поможет Чтобы не привязала Может снять Сайленсы какие-то Почему не Аганимская Наверное да Наверное он хочет Снимать Сделал себя Тут пошел У нас рассказ Стоит Хантер Дают Равагу Убивают только Одного героя В БКБ Успевает Верочка И за счет Сенс Ринга Живет Спит Скайларк Глейпнером Откинулся Вишу нужно бежать Но нет Алхимика ДД Две тычки Да ДД очень много Дэмэдж дает Данбрейкер Там также догорает От Рэддинса И Скайларк Никуда не уходит Его будут забирать С небольшим дилеем Правда Но тут решили Зарядить На всякий случай Весь свой прокаст И атака Которая началась Очень хорошо От Бреймов Обернулась Полным провалом Они дрались Подражеской Т2-вышкой Которая Понятное дело Принесла Свои коррективы В этот файт В виде перемещений Страйков Почти в полном составе БКБ Алхимика Вот как раз Он-то в БКБ Поинтереснее Чем в Эрочка Та же Тем более В Эрку В БКБ Подержали В самый критический Момент для нее И Алхимик В итоге 20 тысяч Может быть И удастся Этому Алхимику Сломать Но мне кажется 10к Выглядят Не так уж И невозможно Да Вивер собирает Он бы мог Собрать Аганим И сэвить Химика Но если Он больше всего боится Что ему дадут сало Поэтому он Делает себе лотус А потом уже Сделает Аганим И тогда уже Гарантированно Сможет сэвить Кого угодно Вот какая логика Посмотрим там Кстати Что насчет Аганимов Организует И Алхимик Пока у него В планах такого и нет И в проекте Он с собой занимается У него появляется Идея о Керасе Которую он уже Активно фармит Ну что ж Кераса сильно Подкосит И Фуриона Сильно Поможет разбираться С Луной То есть Артефакт смотрится Крайне неплохо С учетом того Что в отличие от того Что мы видим У Винстрайка Это огромное количество Жира Плотности Танковости Силачей Просто так Если сказать На корпозициях Три корпозиции Три силача У Брейм Почти обратная ситуация Выходит Даунбрейкер одна И та пятерка Будь она кором Она бы действительно Давала безумно Много выживаемости Так она конечно Все равно На сплах Долго держится Но Наперед лезть Никому толком То и не хочется У нас такие Здесь больше стрелки Которые хотят За спиной у кого-то стоять Да Химик Мощный Доберется до Башера Не простит Так Вот сейчас Спартан Ага Поставили в центре Спартана нашли Пытается он Как-то спастись Но его кажется Здесь заберут Ох ты Виш Вступает в битву Пошел на это Как же много урона Жесть Ямич Получает стан И еще один стан Ямич забирают Дурачи что-то бегает Бегает А где БКБ Он уже нажимал Почему так много урона Нет У него БКБ только сейчас Прожимается Он хочет Виша забрать Виш пока что в мясах Не пробиваются мясы И надо бы бежать Надо бы бежать Вишу пока есть такая возможность Пока вроде как получалось Но Дурачи успел его приговорить Последним ударом И Дурачи еще до сих пор Теряет хп И погибает Но байбекнулся Ямич Которого Которого мы в этом файте Видимо больше не увидим Пока вроде как Похоже на то Что у него выйдет спастись То же самое касается И Тейт Хантера Хотя тут очень далеко пошел Но за ним Преследования Как такового-то и нету Вижен Своим вардом идет Да Как же плохо Вот чего Алхимик ждал Он так долго не нажимал БКБ Я был уверен Что он уже где-то прожал И ждет А в итоге Он нажал БКБ В какой-то самый неудачный момент Великолепная игра была От Спартана Который с тиками Вернее Холли Локетом Тем самым Подсевил Верку Вынудил за ней Еще немножко побегать Вот совсем чуть-чуть В итоге Ни Луну никто не трогал И Верка Свой дэмэдж выдала И все Было 10 тысяч Я же говорю Они могут камбэкнуть Эту игру Было 10 Стало 5 Против Химика Если он так будет С БКБшкой Играть со своей И вообще со своей командой Ему ни за что не победить Самое главное Где блин Ну вот не хватает ему Башера еще И Башера Башера Блика чего-нибудь такого То есть он собирает сейчас Супер много плотности Видимо очень надеясь На рэвич На ульту от Бэйна На там не знаю Эпицентр с подкопом То есть на контроль Который дадут его союзники Но сам он врываясь Чаще всего Бегает за кем-то Слишком долго бегает Слишком много времени Теряет на этом А Данбрейкер Она в последнем файте В байбэкнулась Она была убита Самой первой И с ульты Залетела обратно И это дало Очень много импакта Команде Команда очень долго жила Команда Смогла Много урона внести Топ урона в этом файте Был Скайлер Нейчус профи Как раз таки И он-то причем У нас из уронистых артефактов Обладает только Гвифниром И помимо БКБ Сверху у него Толком еще ничего не появилось И будет делать себе Тоже Кирасу Но Кираса ему крайне поможет Конечно Это и Очень много скорости атаки Очень много армора Все это ему очень нужно Для фокуса Таких целей Да, но посмотри У Фуриона 2.6 силы за уровней 3.6 ловкости И 3.7 интеллекта Для сравнения Я сейчас вот алхимика Если выделю 3.7 силы 1.5 ловкости 1.8 интеллект То есть он получает Даже к силе примерно столько же А к ловкости Значительно меньше То есть скорость атаки Ну интеллект в данном случае Для профита просто это урон Именно поэтому Ну да, черта урона Которая комментируется На это все дело Так, Таврошан у нас еще не резнулся Чекнули его Еще доктаймер на одну минуту стоит Но нефрита нашли Нефрита должны будут покуснуть Прилетает сюда дамбрейкер Получается у него ворваться И немножечко дать пожить луне Но ненадолго это получилось дать И погибает и сам Погибает вместе с луной По крайней мере Вроде как зимиря спасся Его тоже преследовать Больше не будут ли Скорее всего не будут Тут еще и вишни подалеку Так что лучше не подставляться Лишний раз Да, очень удачно вышли на луну Точно атака такая Правда они вивера продали Но вивер в принципе бог с ним Долго живет луна Учитывая что ее били Прямо в пятером Я не видел Что там по БКБшке К сожалению не могу прокликать Но вот если луну купит Какой-нибудь БКБ сатаник То ее уже так будет не забрать Она уже точно переживает Я могу Если кликать на нее На вот где нетворс Эта табличка То на миллисекунду Появляется ее интерфейс И я вижу что там БКБ только собирается Там есть у нее Скади сейчас Драгонлендс и Яш Чуваки Видите артефакты луны Вот они Есть Да у нее паладин сорт Сейчас будет Ужас конечно Ужас Ну да Если БКБ будет Это прям Мощное усиление Ей вот не хватило Сейчас БКБ Какого-то лайфстила Типа паладин сворда Чтобы еще немножко пожить Потому что с паладин свордом По ней гораздо круче Будет залетать В том числе Хилл даун брейкер Она еще больше Будет получать хп Ну а до сатаны Если доживет То там уже Алхимик конечно Герой у которого Целая Вот целая Способность Делает Ничего В битве Только зарабатывает Золото И еще плюс ко всему Я уже обращал внимание На статы У луны статы Тоже вышли Но алхимик вообще В принципе Одни из самых слабых статов У него За счет других Вещей он хорош Так Алхимик Сел на гору Со спайдер лексами Так Сейчас надо слезать Оттуда Ну слез Спасся Виш зато ворвался Минус фантамен Может быть Который не успел Прожать свою ульту И удрать Ее большие проблемы С хпшкой У него Что БКБ БКБ-то у него Еще не прожато Он может вернуться обратно Регениться пока что На ульте За спартан Разрывает дистанцию И вот Была прожата БКБ-шка И видимо Для того Чтобы отступить Дурачье на алхимике Все что Я могу сказать Подытожив Этот тимфайт Все сделал сам Сам начал Сам нажал Сам разрядил Сам вышел Сам тиммейтов В эту драку Втянул Сам вышел И теперь без инициативы Нужно как-то Пытаться защищаться Хотя все еще Есть провага Вернее Она только-только Появляется Ну эпицентр еще имеется Но нет Только на алхимике Это очень опасно Дабл дэмэдж На нем закончился Он привез себе Керасу Из таких положительных моментов Но сможет ли он Драться без ульты Через 7 секунд Она будет К этому моменту Может уже и Рошан Кончится Меложулу решил ворваться Но Сайленсом Его накрывает Прожимает БКБ-шку Пока еще живет Но И на развороте Хотят подраться Теперь уже За Рошана Надо бороться Алхимик сейчас Может сам себя взорвать Он сам себя взрывает Все хорошо Пока под контролем Но возможно и нет Потому что его пинает Еще и земелья И у Драчьо Могут начаться Большие проблемы БКБ-шки-то еще 20 секунд не будет Но пока пробивают Его вяленько Особо не трогают Ультулсам он уже прожал Скайлорк подставился Скайлорк погибнет А без него Драться на Рошане Уже будет не так приятно Но он байбэк нажмет Хорошо СС Спартана подловили СС Спартана заберут У него байбэка уже нету Но видимо Сенкинга Здесь уже продадут Сенкинг тоже выкупается Решили драться до конца Но Война байбэков Которые пока побеждают В инстрайке Пока Но у них очень Непонятная позиционка Они вроде как Окружили соперника Надо додушить Додушить в том числе Ту же самую Луну Но Лун не удается отступить Залетает в нее банка Нужно добивать Клейпнер шикарный По пятерым сейчас Нефрит Отступает прямо под вышку Гонится за ним Химик под Сайленсом У него вообще нет маны Еле живой с земель Отсюда уходит Какая-то безумная драка Абсолютно Все потратили все И Рошана бить сейчас не могут Нечем бить Рошана Ну хотя у ульта Ухимик откатилась Можно нажать Но не хотят Понятное дело Там и столько времени Потянули Брейма Что Данбрейкер Скоро рестница И Дурачье Дурачье у нас Продолжает собираться И он хочет себе Не тот блин Которым мы думали собирать Он хочет свифт блин Которым мы думали собирать Ну да Свифт наверное Для милишного кэрри Врываться Быстро бегать Ну скорость атаки Да и раз На мною для него Учитывая то Какая у него скорость атаки Может развиться Как ты рассказывал А Брейма Долго не думая Забрали все-таки Рошану Как-то проморгали Этот момент Тинстрайкали Они все-таки уже Решили его отдавать Но они не готовы У них нет раваги У них нет эпицентра Химик вроде бы есть Но Вон что с ним происходит Он как-то Не понимает Когда ему нажать Ультимейт Я думаю Что ему просто не хватило В этой игре блинка Причем не Свифт Увервелвинг Аркей Ему просто не хватило Самого обычного блинка Взятого пораньше Потому что Каждый раз его видят И четко понимают Когда его можно бить Если у него БКБ нет В него просто влетают Он ничего не может сделать Если у него БКБ есть Его разводят Аккуратненько от него Отступают Он сам напасть первым Не может 8-9 тысяч Вроде бы преимущество Винстрайк Но Оно не чувствуется Вообще Ну и сейчас С БКБшкой Луна уже Гораздо сильнее Она сформит Вторую БКБшку Чтобы еще Больше было Защит Ищем Не знаю Или может быть Это какой-то баг Очередной Реплея Ну что-то ей Едет Игры А курицу тоже Нельзя посмотреть А курицу можно Не все же доехала Ну она себе Сливер видимо Везла Так Ну посмотрим Что она будет покупать Пока У нее Шард возможно Кстати приехал сейчас То что не заметил Шард был Все было Такое ощущение Что может быть Просто ТПшка Даже прилетела Что все у нее было Абсолютно Эбисол готов на химике Ну как ворваться Ну это хорошо Как ворваться Вот как Ну Врываться за него Должны два инициатора Которые есть в команде Как мне кажется Это Сенкинг И Тейтхантер Но Пока Видимо то Что синергии Какой-то не хватает Им для того Чтобы полноценно Весь контроль Рассредоточить По целям что ли Учитывая то Что это контроль О больших холдаунах И ультимейт Бэйна И Равага И Эпицентр Это все Нужно давать В выверенные тайминги Нужно очень хорошо Не просто экономить А просто давать По целям В файте Самому Грамотно И возможно При таком раскладе Блинк Не настолько срочно Будет казаться Тем более Что Блинк Даже грейженный По алхимичным меркам Быстро соберется И дурачи Видим то Что идет Со своей командой В смоках При этом Вырубив Радиенс Чтобы не палиться Лишний раз И на лоу граунде Находит команда Брейм Который все-таки Подцепили Чешир Дает хорошую Равагу Подвоим Можно вырубить Сразу земель У земель Минус И у Виши Некоторые трудности есть Но он пока что Жил до поры До времени Ненадолго Правда его хватило Он погибает Байбека нет Байбека это земель Но не будет еще И Дайнбрейкер Нефрит также у нас Поставился Теряет Аеги Скайлор успел улететь Под ПКБшкой Но зато теперь Можно с Нефритом Разбираться второй раз Абсолютно спокойно Это провальная реализация Игис от Брейм Очень провальная Они встали Прям по Тайда Шикарно Там даже Кончиком попала Даунбрейкер Под Равагу Не могла помочь Верке Верка в итоге Нажала БКБ Умерла Или даже не нажала БКБ Умерла Но ничего не сделала В драке Великолепный Врыв от Чешира Возможно Этот врыв Сейчас Решил исход игры Вот столько играли С Перелуны Без Байбека И игра Практически Проиграна Да Один врыв Который очень сильно Повысил позиции Винстрек На этой карте Действительно Очень качественно Было ими разыграно Начиная с Влета Тайтхантера С того Как добежал туда В этот файт Алхимик Это все было Собрено очень качественно В этот раз Потому что Еще и паучьи лапки Были у Алхимика Он хорошо через Хайграунд перебежал Да-да-да Именно вот это Порешало То что Тайт Вроде бы ворвался И Верка стояла Очень близко Как раз таки Смог до нее Буквально за пару шажочков Дойти Ну и Луна Байбэк у нее появляется Откуда-то На Тик Но тут он пока не нужен Не нужен Не нужен Уже все Тут прожали глиф Таким образом Отдефили ульту Алхимика Которая была Подрублена Чтобы тавер сломать Плюс крипов Отпушили Следующие слишком долго Будут идти Чтобы продолжили Эту атаку Сейчас в инстрайп Они не заинтересованы Драться на вражеском Хайграунде Маловато преимущества Огромные пеньки Идут в атаку Профит У нее уже огромные пеньки Да Огромные пеньки С шарда Одно время Сильно рейтился Да и до сих пор Очень хороший Ну что Два больших пенька Ну в один момент Их фиксанули Сильно Как раз Когда начали Все его везде Спамить Но с тех пор Так и живет Не жестко Все равно 1600 кп У пенька По нему вышка Делает десяток выстрелов Чтобы забрать Вообще Скайларк пока что МВП Вот в составе бреймов Если они смогут выиграть Да даже если не выиграют То только благодаря ему Так А вот Скайларк у нас Попался Казалось бы Но Чешир попал в засаду Явно не ожидал То что здесь будет Вся команда В кустах сидеть И из-за этого погибнет На 90 секунд причем Луне нужна помощь И помощь Поступила вовремя Нефрит Нажал БКБ Все пережил Профит влетает в спину Вивер правда На ульте уходит Но сейчас Фантомимы должны забирать Это уже 3 в 5 ситуация Земелья будет разменена Но дурачу остается В деревьях И как же тяжело ему В деревьях Паучьи ножки на кулдауне 3, 2, 1 Вот они начинают работать Нужно куда-то убегать Не успел добежать До клипа Просто не успел Его опять остановили Контролем Минус 4 И только похвалишь Инстерайк Как начинается Вот такой файт Решили воспользоваться Они ситуацией То что расплитовалась команда То что напали на Тайда В другой стороне Но все таки Слишком близко друг к другу Они находились И быстро перетянулись Брейм И решили всю эту ситуацию Во-первых Тайтхайтера уже почти забрали Когда они нападали на Луну А во-вторых Все таки У Бреймов есть профит Который моментально перемещается Ну ладно Может быть за 5 секунд Но все равно перемещается В любую точку карты И есть даунбрейкер Который не просто перемещается А еще и подхиливает И если нефрита В прошлый раз Не хватило урона Чтобы забрать То в этот раз и подавн Все Я думаю Что это точка невозврата Которая была достигнута Это был окончательный И бесповоротный момент После которого Бреймы эту игру не отдадут Они стали слишком сильными Алхимик Теперь можно брать Какой угодно блинк Какой угодно шард Ничего не поможет Сейчас вопрос Сколько успеет снести Пока поресается Винстрайк Все таки до Алхимика Еще довольно далеко Придется нажимать байбэк Он у него пока еще есть Еще возможность имеется Такая Но сторону снесли Все таки Видимо решили ограничиться Одной Но можно спокойно Отойти и закупиться Потому что помимо этого Было заработано Много денег на внешних вышках Которые так же сносились Подготовиться к Рошану В конце концов В общем Опций чем заняться Более чем достаточно И этим сейчас И займутся прямо Против профита Конечно Адский адок Играть будет Без стороны Он и так-то Довольно серьезно Напрягал А теперь И подавно Будет просто уничтожать Бегать Прыгать И летать Но преимущество Против алхимика Свелось Фактически К нулю Да все Уже Видно было В последней драке Насколько Пик Брэмов Сильнее Уже золота Недостаточно Нужно было Нужно было Раньше Заканчивать Вот опять Эти алхимики Вот каждый раз Вот каждый раз Когда я вижу Что идет сборка Какой-нибудь там Артефакт Потом Радианс Потом еще Что-нибудь Тараска В данном случае Даже БКБ Тараска Так Хотят сделать Возможно Последний файт Здесь Бреймы Есть Правда Ответочка От Чешира Дает он Реведж И должны Забирать земель Успеть Прожимает Ультимативную Луна Луна Неплохо Надамажила Бейна Его забирают У нее нету Байбэка А ульта Так и не была Прожата Молоко Ушла Ульта От Дамбрейкера Но В принципе На этом Разменялись По саппорту И разойдут С Миром Нет не с Миром С Кайларка забрали Да он оказался Отрезан Под шумок Видимо Подпушить пытался Ну ладно С Спартона тоже Замедлили Зацепили Получится ли его забрать Получается Подцепить дальше С Инкинг уже Огоним Собрал Поэтому стан далеко У него рубит С Спартон пока еще Крутится живет Какое-то время Но ненадолго И вот атака Провальная От Бреймов Получилось Нефриты Сейчас тоже Зацепят Будут ли его забирать По идее Должны попытаться У него нету БКБ У него нет ульты Ему не за счет чего Драться Поэтому за контроль Если убить его У нас Размен фидами Какой-то выходит То с одной стороны Очень удачная драка То с другой стороны Очень удачная драка И так бесконечные качели Я прошу прощения Которого могут привести Тоже к длинной игре Я говорил Что это уже Был окончательный Бесповоротный момент Ты это уже раз в три Закатку сказал Мне кажется Не я прям Знаешь Я прям так сказал Что все Ну вот это точно Все было Но оказалось Что и это Не точно И это не точно Оказалось Что можно Оказывается И в такой ситуации Отдать драку Но вы сами видели Как она начиналась Профит влетает Прям в химика С башером То есть даже Не то что Химику надо бежать К нему там как-то А просто прям Профит на него Телепортируется Земеля куда-то Полетел Под тер три Вражескую Теперь В этой игре Наверное Правильнее будет сказать Что может произойти Все что угодно Вот пока трон не упадет Делать какие-либо прогнозы Что-то там говорить Вообще не стоит Мы вернулись к тому О чем говорили Минут 30 назад То что совершенно непонятно Что происходит в этой катке Да Да Просто Была иллюзия того Что я что-то понял Но потом Как всегда Оказалось что ничего не понял Знаешь как это Какое-то Думаешь что ты Какое-то Понял там Теорему Или что-то И вроде бы Три из четырех Примеров подошло А на пятом Ты понимаешь На четвертом Ты понимаешь Что нет На самом деле Нифига И все работает По-другому Так и в этой игре Ну вроде бы все понятно Но Луна с Профитом Уже все Они ничего не дают сделать И вроде как Алхимик Тоже его там Мансет Кайтит Но потом Алхимик себе С тех пор Блинк купил Вот что изменилось Понимаешь О да Ну кстати говоря Это Он последний драк Уже с Блинком был Жестко да Ну опять же В него влетел Сам Профит Сейчас надо Очень аккуратно Играть правда С точки зрения Того что Нижняя линия Пушится Ты права Нижняя линия Полетел Пушить не ложу Ты права в том Что игра может Так сильно затянуться Она не просто может затянуться Из-за того Что они сломали Одну сторону Может все Супер Мега Сильно Затянуться Невероятно Жестко Я уверен Что ты Бесконечно Этому рада Чтобы Поизучать Подольше Новый патч Да Донбрейкер Посмотрите Какие варианты Раскастов У нее есть Пока Видим то Что показала Она себя круто Особенно Поначалу Сейчас Понятное дело Она Без шмоток Такого импакта Не вносит Огромного Бедновато Она мягко говоря Для саппорта Но в этот раз И Вивера Вичбейн Выпал Вичбейн Нормальная тема Ну Лишний диспл Здесь Хорошо заходит Хотя Тут уже И должны быть Массатаники Всякие Ну знаешь Это Всякий Лишний сайленс Снять Тоже Приятно Какой нибудь Сильный Арт Сильный Никто И не говорит Что это артефакт Плохой Он и так себе Лотус хотел Ну кстати говоря Он нас себя оставляет Вичбейн Видимо кому-то отдадут Профит летает Вардет Немного рискованно Но в принципе Да ладно Сын Кинг С башером Я теперь Видел все В этой жизни Скорость атаки Тварь сейчас Забашит Нет Не забашит Забашит Да Забашил Забашил Конечно же Пытается все Через текстуру Куда-то улететь В неизвестное место За гранью Бесконечности Но не выходит Из этого ничего Ну бейн Но с другой стороны Где-то там Успели Поцепить Забрать Жесточайшие катки Невероятные Рубки Мясорубки Вивер Наконец-то Дожил до Аганима Ну кстати Сильная штука Релик Для Сан Кинга Почему Сан Кинга Петта Эдж Сворд Башер Я не готов Я не готов Даже пытаться Объяснить Возможно Таймлес Релик Он и не возьмет Чешир съедает сыр Но дает Равагу Какую-то Конвульсию Чешира Зачем он Еще и ревенш Хотел Второй нажать Зачем он Жмет эти кнопки Когда он просто Должен умереть Спокойно И не двигаться Лишний раз Показывается с миром Да И Милаш Интересный Места Аут Он выбрал Конечно Прожал Бакенбар Кастует ульту Да кастовый Да давай уже Все Поехали Пошел Пошел Вся ульта Ушла в молоко Его подцепили Половину хп сняли Но его заберут И байбэков нету Байбэков нету Тайтхантера Нету Вивера Не ну что сделал Чешира Ты просто опытнейший игрок Сколько он уже играет В доту И вот такие вот вещи Мы видим Какая-то равага Когда все в бкб Зачем ты нажал рефреш Че ты куда-то побежал Хотя было понятно Что все Он умирает Это точка невозврата Как ты думаешь Я думаю Что это только начало игры И сейчас еще будет камбэк Смотрим На алхимика Три на пять Ситуация Атака у луны О как он рвет Умер Так хорошо Хорошо У луны проблемы могут выйти Зацепили Еще один башек есть И бкб пока действует Отступает Пытается отступить По крайней мере Погибает земель Можно дамбрекер Также забрать Абсолютно спокойно Но это минус только саппорт И лишь Но Скайларк там тоже подставился Его должны будут забрать У него бкб Баш Меложул Там и Виша забрали Уже в этот момент Меложул Не додушил Да В итоге Да Там Виша Зато бед подставился Получилось его зацепить Я просто думала Он все-таки забашит Или не забашит Ну ничего Сейчас купит Какой-нибудь муншард Ну ты просто понимаешь Что пока Алхимик бил ВРку Ой ВРку луну Он за счет Прорубающего урона Всего в 25% Ну убивал чуть ли не всю команду Потому что луна-то плотная А за ней стоят Не такие плотные герои В итоге Я же тебе говорю Это только начало Я даже не сомневался уже Все Теперь вот я точно понял Эту игру Что в этой игре Не возможно понять Бесполезно делать Какие-либо прогнозы Да Можно просто Говорить Что она вот Она идет Она идет Вот трон стоит Туда Значит и есть Ага Уродин тоже Китрый жук Летает Хоп ДДшку забрал Хоп А улетит ли Нет Нет БКБшка надо жать А БКБшка в кулдауне Ой-ой-ой-ой-ой-ой Вот и взял ДДшку Так Ямич правда Тут сейчас немножечко страдает У него таймлапс есть Он нажмет Да он нажал Сюда подтягивается Тайтхантер Хорошо Скайларка Конечно всеми правдами Неправдами Но все-таки душит Долго его убьют Но товарищ закинул Да Лучше бы он Как-то сторону Пытался подпушить В итоге отдают мид Дурачо Спокойно разбирается И не только мид Надо байбэк нажимать Видимо Скайларку Особой опции не остается Они не переживут Тут за эти 90 секунд Могут и мега крипов Успеть сделать Хотя там Т2 внизу стоит Так Пришло Сюда чудо На Соспартане Улетает на ульте На метр дальше Нормальная такая ульта От души Крипы подпушили По нижней линии И нижнюю линию Никак не забрать Потому что там Т2 стоит В принципе это Шанс для бреймов Даже досидеть До респауна профита Чтобы никто Не байбэкался Какая катка Какая грязь О Нефрит Поцепил ямич Где-то Ямич Не смог убежать 48 минута 30-36 Да Когда вначале Говорилось о том Что эта игра Затянется на 40 минут Я в это сам не верил Но 48 минута И игра еще не закончена Более того Я даже вот близко Не готов сделать Проще угадать На Какую сторону Убадет монетка На какую сторону На орел Или на решку Чем пытаться Спрогнозировать Эту игру Потому что Здесь Кажется одно На деле другое И Не удивлюсь Если эта игра Закончится каким-нибудь Просто крашем На 80-й И будет регейм Вот это было бы По-настоящему красиво Это единственный Наверное вариант Который Достойно Закончит эту игру Других Достойных Вариантов Не осталось Остались только Какие-то слишком Обыденные Для нее Дурачи Мне даже интересно Придумать какие-нибудь Идеи Которые должны будут Продлить также Третью катку В случае Если она все-таки Произойдет И мне кажется Там без Т-часа Уже не обойтись У меня примерно 10 идей Первая из них Это Спартана Последняя Пантомем Если вот Так вот брать 10 идей Так видишь Нападать на Пантомема Но его не убили Есть гост Убейн Он его нажимает И благодаря этому Спасся Виш БКБ прожал БКБ кончилось Но убегает на Виндране Хорошо Там уже С Виндраном Который дает невидимость Уже 25 есть Но как же Быстро земель Разваливается Есть по Вишу Также реведж Виш Зачем-то вернулся Сюда Это может его погубить Сюда вернулась Вся команда Скайларка И со Спартана Не прыгнули Прямо Под этот Реведж Что ли Ставлю лайк Этому врыву Под Равагу И под Эпицентр Ну здесь уже Конечно Луне очень тяжело Будет Нужно просто Убегать Потому что С башером Алхимика Перебить тяжело Да и кроме Алхимика Здесь еще Два персонажа Профит Байбекается И начинает Летать по всей Карте Понимаешь Проблема в том Что они Луну очень плохо Убивали всегда В файтах Когда она находилась С командой Но раз за разом Я вижу ситуацию Когда вся команда Умирает Луна пытается Убежать И на этом отступлении Ее убивают Вот тут уже Все довольно просто Происходит И тут такое ощущение Что надо во втором Попытаться идти Да у нас это и делает Команда Винстрайк Есть шанс Успеть что-то снести С минимальным сопротивлением Потому что трое Из пяти Противников Будут Это сопротивление Оказывать Ну и драч Ашульту подрубил Где-то 4 вышки Снесет Надо максимально Аккуратно действовать Сейчас По Верке Идет работа Верка успевает Нажать БКВшечку Ох Схватил ее Пантомем Но ему Ооо Сбивают ему Все-таки Да Но Верка Забирают Верочку Остается голый трон Неужели 2-0 Неужели 2-0 В такой катке Безумный Скайларк БКБ есть Башер работает Пытается отступить Прячет трон В спрутах Это единственный способ Выиграть Задержать эту катку Хоть как-то Эр Спирит Прокатился Куда-то мимо Все пытаются Бить Скайларка Но пробить его Не получается Это точно Точка невозврата Вот что я готова сказать Вау Вот это предикт Не слишком ли рискованно Для такой игры Еще целых полхп У трона Достойно Light of Heaven Или как Спасибо Я большина Или как Сказали бы Valve Только Лох Мог сделать Такой прогноз Да Ну классная катка Действительно Спасибо командам Давно Такого я не видел На Нашей лиге В том числе Я вот смотрю Тут 38 минут 20 минут Были игры 30 27 Сегодня быстрые Каточки А вот такая Вот классная Заруба Между Брейм И Винстрайк 2-0 Да Все правильно Побеждают Винстрайк И на этом Эта серия Заканчивается Как жаль Могла бы Видеть еще Третья часовая Карта С невероятными Переворотами Но все Слишком Хаотично Скажем так Для того Чтобы эта игра Затянулась Вот если бы Команды играли По сейвове Вторую часть игры Может быть Подольше Все происходило бы Ну что 2-0 Поздравляем Да На этом В целом То и все Интересно Как у нас Дальше Сложится Кажется Этот сезон Обещает Быть очень Интересным Срывом Этих команд У нас Винстрайк Прошло Задоджили Но здесь Они все-таки Показались И пока Прикольно Они начинают Я бы так Сказала Да Начало Огонь Начало Положено Дота 2 Чемпионс Лига Будет у нас Прямо По второе Октября Идти Это Очень много Матчей Каждый день Три игры Если конечно Не вмешаются Какие-то там Обстоятельства И продолжим Завтра Матчей Немига Против Ви Гейминг Чемпионом Нашего турнира С вами сегодня Были Сначала Лекс и Лост Заканчивали День Мейлшторм И Ритель Всем спасибо За просмотр Всем пока Продолжение следует